Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам про город Челмсворт. Челмсворт входил в поездку из двух городов, в которых мы побывали с мамой в апреле 2019 года. О первом городе Харич я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И сегодня я расскажу о главном административном неметропольном центре Эссекса, город Челмсворт. Город Челмсворт находится на востоке Англии в 50 километрах от центра Лондона. То есть получается, что это где-то посередине между Лондоном и Харичем. Поэтому мы сначала съездили на восточное побережье в город Харич, а потом уже на полпути остановились в Челмсворде. Челмсворт это единственный город в Эссексе со статусом сити, который он получил совсем недавно, в 2012 году, что было приурочено к бриллиантовому юбилею королевы, правящей на британском престоле. И считается самым молодым городом с этим статусом во всей Англии. Город Челмсворт находится всего лишь в 40 минутах езды от Лондона. Тем самым он привлекает огромное количество столичных работников, которые предпочитают жить за пределами шумного города. Приехав в Челмсворт, мы направились в центр города и так как на пути от железнодорожной станции до центральной улицы нам попалась самая примечательная в городе церковь, мы решили зайти туда. Так как это было воскресенье, в 12 часов начиналась служба, мы прямо буквально за 5 минут до этой службы заглянули в церковь, чтобы поснимать интерьер внутри. Ну и после этого пошли на выход. А жители города, поняв, что мы гости, решили нас задержать и сказали «Оставайтесь, оставайтесь, сейчас будет служба». Но так как у нас было ограниченное количество времени, чтобы посмотреть город, мы пошли дальше. Пройдя по центральной улице, через всю Хай-стрит, мы увидели площадь, которая называлась Half Moon, то есть полумесяц. Там я тоже поснимала людей, интересные дома. Мне очень понравился белосиний домик, такой очень маленький-маленький. Ну и я решила его снять, чтобы показать вам, какие бывают в Англии буквально двухметровые дома. Дойдя до моста, который был построен еще в 18 веке, мы покормили уточек, посмотрели, как они плавают и решили пойти дальше. Нам встречалось огромное количество различных статуй, памятников. А также я увидела на домах некие такие картины, то ли разрисованные, то ли лепнина. Тоже поснимала, так интересно было. И дальше мы направились в городской музей, который находился достаточно далеко от центра города. Мы туда шли пешком, наверное, около получаса. По пути нам встретилась типичная красная телефонная будка и такой уютный уголок с диванчиками и креслами прямо на улице. Наверное, это был или какой-то паб, или ресторан, и на этой вот веранде люди проводили вечера. Но так как это было воскресное утро, там никого не было, поэтому мы с мамой решили там пофоткаться. Она меня, пофотографировала я ее, и так мы немножечко там отдохнули и пошли дальше. Дошли до музея и узнали, что именно в этом городе заработал первый в мире завод, выпускающий радиостанции. Произошло это в 1898 году. Впоследствии этот завод получил название Marconi Company. В июне 1920 года на заводе Marconi прозвучала первая радиопрограмма, передававшая в эфир пение знаменитой исполнительницы Нелли Мелба. Естественно, увидев различные видеокамеры и звукозаписывающие устройства, я принялась все это фотографировать и снимать на видео. Позже мы поднялись на второй этаж, где была представлена историческая экспозиция. И там же в маленьких узких стеклянных коробочках мы увидели, как строят свои соты британские пчелы. Буквально вживую можно было разглядеть, как они там копошатся, приносят мед, возделывают его и разглядеть все особенности поведения этих пчел. Спустившись на первый этаж, мы увидели выставку, посвященную служебной собаке. Эта выставка была посвящена национальному памятнику полицейской собаки Ка-9, который был возведен во дворе этого музея. На выставке можно увидеть огромное количество бронежилетов для собак, каких-то тапочек. Ну и также все, что связано с тренингом полицейской собаки. Этот памятник был открыт благодаря полицейскому, который служит в полиции Эссекса, который потерял свою первую собаку по кличке Сабра. Он решил воздвигнуть памятник полицейскому и собаке в честь своего друга. Мы позже увидели эту статую во дворе. Туда приходят люди с собаками и прямо сажают своих собачек и фотографируют на фоне этого памятника. В том же парке рядом с музеем мы нашли крымскую пушку, которую англичане привезли в знак победы в Крымской войне 1855 года. Напомню, что тогда антироссийская коалиция, состоявшая из Англии, Франции и Турции, захватила полуостров Крым, осаждала Севастополь в течение 11 месяцев. И в итоге, благодаря преобладанию войск коалиции, российским войскам пришлось отступить. Увидев эту пушку и увидев надпись «Крым», мы подошли рассмотреть её поближе. И вспомнили о том, что когда-то Англия воевала за Крым против России. После музея мы направились обратно в центр города. Мы решили пройти вдоль канала и вышли в парк. Там немножечко полежали на скамейках, покушали, отдохнули и стали ждать наш поезд в Лондон. Немножко пробежались по магазинам. Опять же таки зашли в Чарити, где я приобрела вот этот вот шарфик. Очень красивый шарфик, всего лишь за 1 фунт. По кромке его изображены британские флаги, тёмно-синий фунт и красная окоёмочка. А также на нём написано какие-то три буквы BBB. Не знаю, что это означает. Если кто-то знает, пишите в комментариях внизу. Больше мы ничего, в принципе, о Челмсфорде и не узнали. Сели в поезд и поехали обратно домой в Лондон. Вот такая была наша с мамой поездка на выходные в города Восточной Англии. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok